Кто парализовал строительство железной дороги в Германии и чем для отчаянного британца закончились прыжки на батуте с мышеловками? Об этом мы не только в нашем обзоре. Тысячи ящериц сорвали стройку века в Германии. Строительству новой ветки железной дороги, известной как проект Штутгарт-21, помешали редкие рептилии двух видов. Брыдкая истинная ящерицы, которые под угрозой вымирания в Европе. Их обнаружили на пути маршрута между Штутгартом и Ульмом. Теперь компания Deutsche Bahn, ответственная за строительство, думает, куда бы переселить редких рептилий. По подсчетам это может обойтись в кругленькую сумму – около 15 миллионов евро. Попрыгать на батуте с мышеловками – на такой отчаянный шаг ради шоу решился британец. Авторы проекта и раньше удивляли интернет-пользователей своими эксклюзивными кадрами замедленной съемки. Но все их проделки сводились к разбрызгиванию краски или лопанию шарика с водой. Но в этот раз авторы небезопасной идеи решили рискнуть здоровьем. Один прыгал на батуте вместе с тысячей раскрытых мышеловок, второй снимал все на видео. Обошлось без травм. Работник американской заправки стал звездой интернета благодаря своим быстрым рукам. Такой сотрудник – мечта любого работодателя. Мужчина может проверять товар, набирая артикулы вслепую. Причем делает это настолько быстро, что за его руками невозможно уследить. Торговый представитель занимается этим уже 30 лет и довел свой профессионализм до автоматизма. За работой мужчину засняли случайные покупатели и выложили в интернет. За два дня видео набрало более двух миллионов просмотров. Осторожнее с приготовлением десерта. На запах могут прийти незваные гости. Как это случилось в американском штате Коннектикут. Семейная пара пекла шоколадный брауни. На аромат сладкого десерта пришел медведь. Он встал на задние лапы и уперся в оконное стекло. На снимках косолапый выглядит довольно мило, но на самом деле он рычал и пытался зайти внутрь дома, рассказали муж и жена уже после инцидента. Они настолько перепугались, что вызвали полицию. Но медведь, не дождавшись угощения, ушел сам еще до прибытия копов. Продолжение следует...